МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потому что нам кажется важным не просто как-то прорекламировать свои продукты или что-то такое рассказать просто о компании, а поднять те вопросы, которые нам кажутся актуальными в этом сезоне. И вот мы и начинаем эту конференцию с части про подсолнечник. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Затяжная весна, холодная весна привела к развитию заболеваний. Вы знаете, в ряде регионов, особенно южных, проявления практически пифитотии, таких опасных болезней, как, например, ложная ночь и староса. В период вегетации изнурительная жара и высокие температуры способствовали развитию такого опасного паразита, как заразиха. И резокусные гнили осень тоже сложилась достаточно нетипичной проявлением совки на подсолнечнике. И обильные осадки способствовали развитию корневых гнилей на подсолнечнике. Все это, безусловно, отразилось на потенциале урожайности, на его качестве. Ну и, собственно, сегодня мы об этом поговорим. Вопреки ожиданиям, площади подсолнечника значительно увеличились сегодня. По данным Росстата, это порядка больше, чем 9,5 миллионов гектар. И если сравнивать с прошлогодними показателями, то это действительно существенный прирост. И, как мы видим на графике, основная тенденция динамика роста наблюдается именно в технологических продуктах, именно в технологии. Это такая технология, как экспресс, одна из самых динамично развивающихся на рынке. Технология Clearfield и Clearfield Plus, соответственно. В последнее время вы, кто связывает с сельским хозяйством, заметили, что бактериозы просто очень сильное воздействие негативное начинают оказывать не только на подсолнечник, но и на все культуры. Эта проблема, сложная мучнистая Росстат, возникла уже давно. На Кубани в начале 1950-х, в середине 50-х годов уже наблюдались эпифитотии. И наблюдаться эти эпифитотии начали не только в нашей стране, они начали наблюдаться и в Европе. И вот можете себе представить, сколько лет уже, сколько десятилетий человечества, наука бьется с тем, чтобы решить проблему ложной мучнистой Росстат и подсолнечника. Но более-менее как-то справляются, но тем не менее проблема все время остается актуальной. Почему? Во-первых, это патоген, который сохраняется в почве на протяжении 10 лет. В растительных остатках, в почве, оскорах. Они долго сохраняют свою жизнеспособность. И этот патоген в течение своей вегетации, это облигатный паразит, можно сказать. Он поражает только живое растение, но после отмирания сохраняется форме оскор. И на протяжении всей вегетации подсолнечника образуется несколько поколений зооспор, которые прекрасно и очень далеко разносятся. Ветром, осадками, насекомыми передается от одного растения к другому. Но заражение всегда происходит, самое опасное заражение всегда происходит у нас в критические фазы развития подсолнечника, когда это только проростки. Следующий облигатный паразит подсолнечника это дорозита. Это растение, которое не имеет собственных корней и листьев, не может существовать самостоятельно в природе. Всю мировую эволюцию заражения привела к тому, что в коробочках семян стало больше формироваться, их количество стало больше, и сейчас одно растение может произвести до 500 тысяч семян. Но есть еще и способы очистки почвы от семян заразихи. Это синтетические стимуляторы простания семян на основе стрекола, которые имеют свой недостаток, это высокой стоимостью, экономически он не любит. Система обработки почвенного тела хорошо себя зарекомендовала в Испании, там, где легкие почвы, но она не применима на наших черноземах кубанских. Гербициды системы Евролайтинг работают при наличии устойчивых днев гибридов подсолнечника, но имеют сильное воздействие последействия на другие культуры. Подбор сорта гибрида от влагообеспеченности зависит, прежде всего, от того, насколько экономически эффективно производство подсолнечника. В зонах, где у нас в двухметровом слое почвы меньше 170 мм, возделание экономически несовесообразно подсолнечника. Такие года встречаются не только в Ростовской области, в Ставропольском крае. Такой год был, допустим, в 2020 году в Краснодарском крае, когда мы провели диагностику, и на многих полях подсолнечник не нельзя было возделывать, потому что запасы влаги были меньше 170 мм. И как итог получали урожайность в Краснодарском крае 5,7,7. Почему мы обращаем внимание на обработку почвы именно в плане минерального питания? Потому что в зависимости от того, какой способ обработки почвы, у нас разные потери влаги происходят с испарением. А для подсолнечника, как правило, если теряется много влаги в июле и в августе, то мы не получаем того уровня продуктивности, на который рассчитываем. Все наши затратные механизмы, которые мы берем, они, в принципе, работают достаточно слабо. Поэтому, если мы посмотрим, то наиболее эффективная засушливая зона у нас получается с точки зрения потерь влаги – это прямой посев и щелевание. В зависимости от запасов продуктивной влаги мы даем рекомендации по нормам высева. Это очень важно, потому что если при запасах влаги, допустим, 200 мм в двухметровом слое, мы посеем высотой 70 тысяч, то, в принципе, если брать окупаемость вносимых удобрений, Учитывая сейчас стоимость удобрения одного килограмма ДВ, он уже превысил 100 рублей. Соответственно, и уровень окупаемости, который бы давал достойную экономическую отдачу, должен быть больше 5 кг на килограмм ДВ. Тогда мы можем говорить о экономической целесообразности внесения удобрений. Надо стремиться не к получению максимальной урожайности, а к экономической обоснованной урожайности, отвечающей требованиям конкретных почвенно-климатических условий в конкретном климатическом году. Потому что по годам ситуация очень сильно меняется, и шаблонно подходить к применению удобрений здесь категорически нельзя. На сегодняшний день технологии гербицидной защиты, их несколько, и соглашусь с Сергеем, что именно технологии Экспресс последние годы очень сильно прогрессируют. То есть, если взять все гербицидные технологии, то на сегодняшний момент технология Экспресс уже вышла за 30%. Это очень нас радует. Увеличивается количество гибридов, которые оптимизированы для гербицидов Экспресс, и также для гербицидов Экспресс Голд. Все знают, что это трибиновый метил, это водные диспергируемые гранулы. Главная особенность, нужно всегда применять гербицид Экспресс с поверхностно-активным веществом ТРЕН-90. Это сухая препаративная форма, и если где-то кто-то не добавил поверхностно-активное вещество, соответственно, можно снизить очень сильную эффективность. Поэтому баковая смесь Экгербицид Экспресс и ПАФ ТРЕН-90. В регистрации, к сожалению, пишут о том, что добавлять нужно ТРЕН-90 200 мл на гектар, но это отчасти неправильно. Нужно привязываться к объему рабочей жидкости, выливаемой на гектар. То есть мы должны соответствовать концентрации 0-1% раствора. То есть на 100 литров рабочей жидкости 100 мл ТРЕН-90. 150 литров рабочей жидкости 150 мл ТРЕН-90. То есть даже в этом случае могут быть нюансы. Для очистительных культур нет никакого последействия. И для насыщенного осевооборота это очень важно. Также это оригинальные продукты, за которые мы отвечаем, как говорится. Гибкость сроков, высокая селективность к оптимизированным гибридам, безопасность для последующих культур. И самое главное, что основной спектр сорных растений, которые обычно присутствуют в посевах, с ними Экспресс довольно-таки отлично справляется. Для эффективной защиты подсолнечника необходимо разобраться всего в трех основных вопросах. Первый вопрос это знать и понимать жизненный цикл развития вредителя. Второй вопрос это понимать химико-физические свойства средств защиты растений. Ну и третий, это конечно же соблюдать основные агротехнологические условия. У нас можно разделить на подсолнечники вредители на всходов, вредители вегетативной массы и, конечно же, генеративных органов. И, собственно, если у вас на начальных этапах есть вредители в виде долгоносиков и подрезающих совок, какая у нас там восклицательная совка, зимая совка, у нас есть два продукта. Это авант, перитроид, индексокарб, действующее вещество, и вантекс, гамма-цегалатрин из класса перитроидов. Все, что у нас идет по вегетации, это, конечно же, препарат караген и ему в помощь препарат авант. Я там дальше остановлюсь почему. Собственно, какой вред наносит клоп? Мы не обращаем на него внимания, но он приносит как прямые повреждения, то есть высасывает сок из корзинки подсолнечника, высасывает содержимое семянок, которые ссыхаются и потом дальше они восстанавливаются. И также вот косвенный вред, вы видите, здесь повреждения клопома, как коллеги наши озвучивали, то это ворота для болезней. И неважно, это будет у вас кондитерский, подсолнечник, масличный, существенные повреждения в дальнейшем от болезни неминуемых. Также есть вредители такие специализированные, но они в меньшей степени вредят. Следующий слайд, это Усач. Хотел бы обратить внимание на подсолнечникового шибоноску. Все фотографии появятся. Вредитель зачастую, ну, раньше мы не обращали внимания, но в последние годы, в принципе, в России у нас он стал появляться. Здесь несколько причин. Ну, первое, опять-таки, как коллеги озвучивали, несоблюдение силоборотов, это первая причина. Потом технология возделывания. Если вы вспомните, те же 15 лет назад у нас подсолнечник был плохой культурой для зимой пшеницы, и, соответственно, мы не успевали обработать почву. Сейчас у нас гибриды скороспелые, они у нас, мы успеваем все убрать, подготовить почву. Растительные остатки остаются у нас по пшенице, когда мы сеем. А вредитель данный зимует как раз-таки в паренхиме, в стебле, спускается в корневую систему и благополучно перезимовывает. То есть поверхностная обработка способствует этому. И, ну, решение у нас есть. Это фуфанон плюс вантекс. И, опять-таки, очень важно, когда мы работаем против данного вредителя. Первый момент это, шипановская выходит обычно, это начало мая, середина, и вредит до конца вегетации. Соответственно, летает и повреждает. У нас есть только возможность превентивно отработать фазу 12-14 листьев и снять, так скажем, максимальные повреждения. Когда еще растения маленькие, дальше уже вредоносность снижается. Ну, такие вредители, как луговой мотылек, численность бывает высокая в отдельные годы. Следующий слайд. Ну, и хотел бы акцентировать внимание на хлопковой совке. 19-й год показал, насколько она вредоносна на всей территории России. Поэтому, как бороться с вредителями чешуекрылых? У нас есть два продукта, это авант, это карраген. И я хотел бы, чтобы у вас ассоциация была, то есть два этих продукта. Если у вас есть чешуекрылые, то, значит, авант и карраген. Потому что у них высокая эффективность против этих вредителей. И мы готовы предложить решение для любого региона, для любой почвенно-климатической зону возделывания. Поскольку наш портфель, он уникален, у нас есть как и ранние гибриды, так и более позднеспелые группы. Поэтому наши региональные представители с радостью помогут подобрать в зависимости от региона, в зависимости от конкретной проблематики, готовое решение. В том числе у нас широкий список классических продуктов, продуктов по технологию Clearfield и Clearfield Plus, соответственно. И вот то, что уже сегодня несколько раз упоминали, появляются новые продукты нового поколения для технологии Express. И на сегодняшний день наши два гибрида оптимизированы к гербициду Express Gold. У нас вторая часть нашей конференции посвящена СИОСу и молочному рынку в целом, потому что одно без другого, наверное, невозможно. Потому что, я думаю, что, как мы все видим, что коров у нас, наверное, становится все меньше, молока производится отчасти больше. Это значит, что потребность в качественных кормах растет. И, соответственно, скажем так, на гибриды кукурузы, в том числе, хозяйство смотрит, смотрит, какие из них выбрать. Но я думаю, что поэтому мы, наверное, начнем с ситуации на очном рынке. Мы попросили рассказать об этом Екатерину Захарову, которая представляет Центр изучения молока. За последние 7 лет производство молока в России выросло на 30%. В 2020 году объем производства составил 20 миллионов 700 тысяч тонн. Это только крестьянские и ферментские хозяйства и сельхозорганизации. ЛПХ мы не учитываем, потому что, во-первых, вызывает сомнения и по дороге сбора данных в этом секторе. Во-вторых, он, в любом случае, не товарный, но, по крайней мере, в большинстве регионов России. За счет чего росло производство молока в России? Прежде всего, за счет роста продуктивности. Продуктивность к 2020 году выросла на 33%. Это средний российский показатель СХО и КФХ. И составила 4625 килограмм на корову в год. Почему замедлились темпы роста? Есть аффективная фактор, экономтура. Потому что росла себестоимость производства молока. Потому что росли цены на корма. У нас есть партнеры международные, это аналитическая сеть ЭФСИН. Они отмечают, что в этом году, если брать общий мировой показатель, в среднем цены на корма выросли на 40% по сравнению с 2020 годом. Теперь посмотрим на динамику производства молока в регионах. В 2021 году у нас есть два региона из десятки крупнейших производителей, которые снизили объем производства. Это Краснодарский край, минус 30% по сравнению с прошлым годом. Это Алтайский край. На 29 тысяч они производили меньше. Свердловская область немного снизила на 9 тысяч тонн объема производства молока. Московская область практически на одном уровне осталась. Другие регионы, Муртия, Башкирия, Татарстан, Воронеж продолжили наращивать производство. Опять-таки это связано как с текущей коммунитурой. Себестоимость производства растет. Погода тоже, в общем-то, не радовала в этом году. Но, скажем, есть и другие факторы. К сожалению, плохой силос из кукурузы является частью нашей повседневной жизни. И идеальные образцы кукурузного силоса в траншеях встречаются еще не так часто, как хотелось бы. Основные проблемы это плохая герметизация траншеи, это появление различного рода плесени, горелый силос, тот, который греется. Все это будет негативно сказываться как на экономике производства молока, так и на здоровье коров. Идеальный средств силоса все-таки это достаточно редкое явление. И нам есть еще точно куда расти в разрезе именно качества и закладки траншеи. Почему качество силоса очень важно? 5 месяцев растение кукуруза находится на поле в фазе вегетации. Только всего лишь один или несколько дней нужны для закладки силоса. И после этого 12 месяцев непрерывного кормления. Силос кукурузный является самым дешевым кормом на ферме. И его качество, безусловно, определяет размер прибыли или потерь. И качество кукурузного силоса зависит только от фермера, который его производит. Купить какие-то большие объемы это и достаточно трудно, дорого и не всегда возможно. Очень часто за техники спрашивают, на что смотреть в первую очередь? На что нужно обращать внимание? На самом деле самый важный показатель – это переваримость органического вещества. Потому что протеин, энергия, крахмал могут максимальных значений достигать в образце. Но если они не переварятся, если они уйдут в навоз, ну, наверное, этому раду будет агроном, у которого будет много навоза. Но продукции из этих... Ну, я имею в виду много навоза, которые можно вывести на поле. А продукции из этого протеина, крахмала, энергии мы не получим. Кукурузный силос – это самый источник производства молока с самой низкой себестоимостью, я бы так сказал. И, естественно, корова на него реагирует очень хорошо. Почему? Потому что кукурузный силос – это источник крахмала. Но надо помнить, что есть два вида крахмала. Это крахмал, который расщепляется в рубце, который использует микрофлору рубца для своего питания, роста и развития. И на самом деле этот крахмал, он больше дает, как ни парадоксально, он больше влияет на протеин в молоке. Потому что протеин в молоке является своим предшественником, имеет как раз протеин, бактериальный протеин микрофлору рубца. А вот то, что сейчас является модной темой, то, зачем все гоняются, это транзитный крахмал, который у коровы переваривается так же, как у моногостричных животных, у свиней, у людей, у собак и у кошек, который проходит рубец, транзитом попадает в тонкий кишечник и в желудок, в истинный, в сычуг истинный желудок коровы, который там ферментируется в глюкозу. И потом глюкоза является прямым предшественником галактозы, молочного сахара. Молочный сахар – это очень… Уровень молочного сахара в молоке – это очень стабильный уровень, соответственно, чем больше молочного сахара организм синтезировал, тем больше он произведет молока, просто чтобы это закон поддержания гомеостаза. Поэтому надой, продуктивность коровы, она напрямую зависит от того, сколько транзитного крахмала корова получила. Я хочу всех поблагодарить, тех, кто участвовал в первой нашей сессии, тех, кто участвовал во второй нашей сессии. Мне кажется, было интересно. Первый опыт удался. Я думаю, что здесь были те, кому это интересно в профессиональной точке зрения. Мы пригласили прессу, чтобы осветить это событие шире, чем одна аудитория на ЮКАГРО. Я думаю, что мы будем двигаться дальше, улучшать с каждым годом такие мероприятия, возможно, проводить их больше в разных регионах, приглашать как спикеров, которые выступали сегодня, так и кого-то еще, для того, чтобы делать программу более насыщенной. Хочу поблагодарить сотрудников компании LumaGrain, которые участвовали в этой конференции, которые ее организовывали. Ну, я надеюсь, все. До новых встреч!